Всем привет! Это программа Дополнительное время. Неделя подошла к концу. За эти 7 дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов и название команд не забылись, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события. На старт, внимание, марш! На баскетбольной площадке спорткомплекса «Юниор» развернулись серьезные спортивные баталии. За главный приз боролись сборные Сарова, Заречного, Озерска и Нижнего Новгорода. Победа досталась команде старт из Заречного. Это традиционный турнир, он уже порядка 15 лет проводится. И стараемся привлекать к этому турниру именно сотрудников предприятий нашей отрасли. Впервые в программу турнира включили соревнования по бадментону. Не раз встречаясь на различных спортивных соревнованиях с сотрудниками ядерного центра, специалисты приборостроительного завода из Трехгорного всегда отмечали высокий уровень физической подготовки саровчан. И когда представилась возможность скрестить ракетки в рамках турнира «Мирный атом», Трехгорцы собрали две команды против трех из нашего города. Хотели посмотреть, где тренируются наши конкуренты, какие у них тут условия, ну и посмотреть город. Капитан одной из команд гостей Денис Чуманов серьезно настроен на состязание. И хотя он не профессиональный спортсмен, но готов делать все возможное для победы своей сборной. Обязательно нужно разогреть мышцы и размяться перед состязанием. От этих мелочей зависит то, как спортсмен будет двигаться на игре и поможет избежать травм. Это любимый вид спорта. Ну, занимаемся, в принципе, непрофессионально, то есть не с детства, своими силами, то есть без тренеров. Закрыли сезон по летним видам спорта и те, кто хотел сдать нормы ГТО. Пробежать за отведенное время несколько километров, потом взять в руки винтовку и выбить максимальное количество очков на мишени. Оружие электронное, нет пугающих звуков выстрела, но выровнять дыхание после физической нагрузки получается с трудом. А впереди ждет еще несколько дисциплин. Сегодня у нас плавание, бег 2000-3000 метров, прыжки в длину, стрельба, отжимания. Ну, еще вот по заявкам сделали еще одно дополнительное вид 60 метров. Традиционно сдача норм ГТО привлекает все больше сотрудников ядерного центра, так как прежде всего это соревнование с самим собой, проверка собственных способностей и оценка физической формы. В течение года у нас 3-4 мероприятия таких масштабных проходят, как раз по выполнению нормативов. Порядка 100-150 человек каждый раз приходят на эти мероприятия. Ну, сегодня одно из таких. Но это, скорее всего, уже заключительное, такое, скажем, летнее. Все, кто испытал себя на прочность на большом спортивном празднике, посвященном Дню работника атомной промышленности, готовятся к новым спортивным победам и свершениям. Так как спорт – это неотъемлемая часть жизни любого человека. Первые спринтерские соревнования в Сарове прошли в 2011 году, сразу после открытия бассейна «Дельфин». В них участвуют как юные спортсмены, так и более старшее поколение. В этом году турнир принял более 150 человек. Каждому из них предстояло проплыть 50 метров бутерфляем, на спине, брасом и вольным стилем. Особенность этих соревнований в том, что победители соревнований определяются не на отдельных дистанциях, а по сумме очков на четырех дистанциях. Софья Андреева – одна из самых юных участниц соревнований. Девочка пришла на турнир для того, чтобы побить свой собственный рекорд и положить в копилку наград очередную медаль. Я бы хотела занять либо первые, либо призовые места. Александра Цветкова и дистанция в 50 метров не в новинку. Девушка занимается плаванием около пяти лет и не раз становилась победителем городских и областных турниров по плаванию. Плюс – это, во-первых, красивая фигура, здоровье очень хорошее, физическая подготовка. То есть, я ГТО сейчас сдаю, это очень просто из-за того, что я занимаюсь плаванием. Победителям соревнований в каждой возрастной группе вручили денежные сертификаты и грамоты. Впереди спортсменов ждет очередной чемпионат по плаванию, на который съедутся участники со всей Нижегородской области. Соревнования такого формата среди дошкольников проходят в нашем городе впервые. Ребятам предстояло пройти шесть этапов. Все, как в привычной нам зорнице, вот только бойцам нет и восьми лет. И правило проще. У нас не было здесь автоматов. То есть, все такое в детском стиле, более детском, но элементы безопасности жизнедеятельности, элементы оказания первой медицинской помощи обязательно присутствовали в нашей зорничке, так же, как и у школьников. Строевая подготовка – первый этап соревнований. К нему ребята готовились особенно тщательно. Разучили речевки, подобрали костюмы и продемонстрировали жюри четкость и слаженность действий. Дальше малыши демонстрировали свою физическую подготовку. Бегали, прыгали в длину с места. На третьем этапе отвечали на вопросы по истории нашей страны. Это воспитание духа патриотизма обязательно, любви к родине, знаний своей родины, малой родины. Потому что вопросы были относительно Нижегородской нашей области, относительно знаний их истории Сарова. То есть такие, с которыми ребята по достоинству справились. Последние конкурсы оказались самыми интересными для малышей. На этапе пожарной безопасности они отвечали на теоретические вопросы и участвовали в эстафете. А также оказывали медицинскую помощь, делали перевязку и собирали аптечку. Каждый юный участник отметил для себя наиболее сложное задание. Бег, потому что там зал большой, песни много, тебе надо очень далеко бежать, зал почти 30 километров. Прыжок. Почему? Потому что там надо длинно прыгать, а это очень сложно. Задание, точнее, выполнять. Какой цифры надо звонить, пожар и опасные предметы. По итогам соревнований все участники получили шоколадные призы за проявленные в военных учениях ловкость, ум и находчивость. Победителями «Зорнички-2018» стали малыши из детского сада номер 30. Мария Руничка, Станте Ностровский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Я-то всегда считал, что судомоделирование, ну, как из названия модели судов, это, ну, что-то вроде такого, знаете, творчества, когда ребята вытачивают, создают именно модели. Какие-то статичные экспонаты, которые вот можно поставить на полку дома у себя, друзьям показать и ими гордиться потом. Как оказывается, это еще и в некотором роде спорт. Расскажите, пожалуйста, какие вообще, ну, что из себя представляет судомоделирование в истинном понимании этого слова, то, чем вы занимаетесь здесь, во дворце? Ну, чемпионаты по судомодельному спорту проводятся не только в области, но и в России, в Европе. Есть чемпионаты мира, есть федерация судомодельного спорта европейская, называется Навига. Есть правила судомодельного спорта, по которым и все модели делятся на классы. Вот у нас школьники, младшие, ездят на соревнования с пятью моделями. Военный корабль, гражданское судно, подводная лодка, радиоуправляемая модель «Копия» и скоростная радиоуправляемая модель. А вот это вот, что будет? Это, внимание, незаконченная еще работа? Это будет военный корабль. То есть модель военного корабля. Он тоже будет на ходу и можно будет управлять? Он может выступать как в просто классе военных кораблей, которые соревнуются. И ведь соревнования проходят в два этапа. Первый этап – это стендовая оценка. Когда судейская коллегия оценивает корабль по качеству изготовления, сложности, соответствию чертежу. Потому что когда мы представляем модель, мы должны обязательно рядом с моделью положить чертежи. И судейская коллегия проверяет, насколько корабль соответствует тому, что изображено на чертеже. Изменения и какие-то вольности при этом не допускаются, а на брость штрафуются. А второй этап – это ходовые соревнования. Если это модель военного корабля или гражданского судна, то модель, например, у младших школьников должна пройти дистанцию 10 метров и попасть в ворота шириной примерно 50 сантиметров. Тогда она получит высшую оценку – 100 баллов. Если она попадет в соседние ворота шириной 25 сантиметров, она получит 90, в следующие – 80 и так далее. Ну, почти как фигурное катание, где оценивается артистизм и мастерство исполнения. Да, а радиоуправляемая модель, она проходит специальную дистанцию, которая выставлена из буйков. То есть нужно пройти дистанцию определенной конфигурации и попадать при этом в ворота из буйков. Если коснулся буйка или не попал в ворота, значит штрафы. Участник стоит где-то на стенде и с помощью пульта ее управляет. Да, участник управляет с пульта управления. Полную версию актуального интервью с Юрием Михайловичем Недайкашем смотрите на канале «16» в следующий вторник, 9 октября, в 20 часов 10 минут, после вечернего выпуска новостей. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!